Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Инна и это канал SpeakEasy, на котором мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. Сегодня у нас 55-й урок. Lesson 55. Тема нашего урока – прошедшее время глагола be. Past simple be. Сегодня у нас первый урок по этой теме. Ранее мы с вами изучали уже глагол be и изучали его в настоящем времени. Мы с вами говорили о том, что у глагола be три формы. Am is a. Am используется всегда с местоимением I. Is используется всегда с местоимениями he, she, it. И форма are используется всегда с местоимениями we, you, they. Речь шла о present simple – о настоящем времени. А с сегодняшнего урока мы с вами начинаем изучать прошедшее время. И сразу давайте разберемся с глаголом be в прошедшем времени. Past simple – это прошедшее, простое время. Итак, в прошедшем времени у глагола be две формы. Это форма was, и она используется с местоимениями I, he, she, it. И форма were, она используется с местоимениями we, you, they. Чтобы облегчить себе задачу в запоминании, какое же местоимение используется с какой формой в прошедшем времени, можно ориентироваться на единственное и на множественное число. Тогда мы будем говорить так, что was мы используем с единственным числом, а were мы используем со множественным числом. Обратите внимание еще вот на такую приятную особенность. В прошедшем времени глагол be имеет перевод. Was всегда переводится был, была, было. Were всегда переводится были. Это те глаголы, которые невозможно пропустить. В отличие от форм am is a, мы с вами достаточно долго выполняли упражнения с такой целью, чтобы научиться не пропускать этих глаголов, потому что, по сути дела, в русском предложении аналогов нет. Например, если я говорю я inna, то в английском это I am inna. То есть в Present Simple мы всегда должны следить за тем, когда нет глагола, мы используем однако же am, is или are. А в прошедшем времени вообще с этим нет проблем, потому что есть перевод, без него не обойтись. Я была inna, I was inna. Это как пример для сравнения, что в прошедшем времени вы никогда не потеряете глагол was ever. Главное запомнить, с какими местоимениями в каком случае мы используем форму was, а с какими мы используем форму were. И вы выбираете удобный для вас вариант, чтобы запомнить. Или запоминайте местоимения, или, как я вам предложила другой вариант, запоминайте единственное или множественное число. Давайте вот посмотрим на деле, как все это выглядит. Past Simple Tense. Простое прошедшее время. Итак, утвердительное предложение. He was a teacher. Он был учителем. Was используем всегда с местоимением he или с единственным числом, что одно и то же. Формируем отрицательное предложение. He wasn't a teacher. Он не был учителем. Обратите внимание, я написала в скобочках, что wasn't – это сокращенный вариант. Вы можете говорить was not. Ставим общий вопрос. Was he a teacher? Он был учителем. Was – выносим на первое место. Принцип построения общего вопроса никогда не меняется. На первом месте глагол. Все остальное без изменения. Yes, he was – да. No, he wasn't – нет. Принцип кратких ответов тоже никогда не меняется. Однако в разговорной речи вы вполне можете встретить yes, yeah, no, nope и так далее. Но вот это вот грамматически правильный краткий ответ. Давайте теперь вместе потренируемся. Прочитайте утвердительное предложение и затем преобразуйте его в отрицательное предложение. Начинаем с утвердительного. I was at the party yesterday. Я был на вечеринке вчера. Отрицание. I wasn't at the party yesterday. Я вчера не был на вечеринке. Поставьте общий вопрос и дайте два кратких ответа. Was I at the party yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Я был вчера на вечеринке? Да? Нет? Давайте еще потренируемся. Утвердительное предложение. She was at home last night. Она была дома вчера вечером. Или вчера ночью. Или прошлой ночью. Отрицание. She wasn't at home last night. Она не была дома вчера вечером. Поставьте общий вопрос и дайте два кратких ответа. Was she at home last night? Yes, she was. No, she wasn't. Она была дома вчера вечером? Да и нет. Продолжаем дальше таким же образом. Трансформировать предложение в отрицание и в вопросы. It was hot last week. На прошлой неделе было жарко. Обратите внимание на очень интересное использование слова last. В русском языке мы говорим предлог на прошлой неделе. В английском языке предлог отсутствует, как вы видите. Last week на прошлой неделе. Также, например, если мы захотим сказать в прошлом месяце, в русском языке присутствует предлог в. Но в английском это будет все равно last month. Никакие предлоги в английском языке перед словом last нельзя использовать. Смотрим на отрицание. It wasn't hot last week. На прошлой неделе не было жарко. Ставим общий вопрос и даем два кратких ответа. Was it hot last week? Yes, it was. No, it wasn't. На прошлой неделе было жарко? Да. Нет. Дорогие друзья, я хочу вам еще раз напомнить, мы об этом уже говорили, что когда мы описываем погоду, то в английском языке вместо подлежащего всегда выступает местоимение it, потому что без подлежащего предложение не может существовать. Поэтому в таких подобных предложениях о погоде местоимение it – это главное слово в предложении, подлежащее. И на него мы ориентируем свой глагол. Раз у нас местоимение it, соответственно и глагол was. Теперь мы переходим к местоимениям, которые расцениваются как множественное число. You может переводиться вы, может переводиться ты, но независимо от этого you всегда согласовываются с глаголом we are. Так же, как и в настоящем времени, помните, мы you всегда согласовывали с глаголом a, даже если мы имели в виду местоимение ты. Это надо запомнить. Итак, вам дано утвердительное предложение, прочитайте его и преобразуйте его в отрицательное. Вы были на работе два дня назад. Или ты был на работе два дня назад. Отрицание. You weren't at work two days ago. Ты не был на работе два дня назад. В скобочках я написала, что weren't – это всё равно, что were not, только в сокращённом варианте. Поставьте общий вопрос. Were you at work two days ago? Yes, you were. No, you weren't. Вы были на работе два дня назад? Да. Нет. Вам дано теперь местоимение we. Прочитайте утвердительное предложение и затем сформируйте его отрицание. Мы были за границей в прошлом месяце. Видите, перед словом last нет предлогов, потому что это слово нельзя использовать с предлогами. Отрицание. We weren't abroad last month. Мы не были за границей в прошлом месяце. Ставим общий вопрос и даём два кратких ответа. Were we abroad last month? Yes, we were. No, we weren't. Мы были за границей в прошлом месяце? Да, нет. И последнее местоимение – это they. They were in a hurry. Они торопились. Если мы переведём дословно, можно сказать так – они были в спешке. Теперь отрицание. They weren't in a hurry. Они не спешили. Поставьте общий вопрос и дайте два кратких ответа. Were they in a hurry? Они спешили? Yes, they were. No, they weren't. Да, нет. Итак, дорогие друзья, давайте подведём итог той грамматики, которую мы только что с вами разбирали и прошли несколько примеров на эту тему. Мы с вами начали изучать глагол be в прошедшем времени. Past simple. У глагола be есть две формы. Was переводится был, была, было. Глагол was используется только с местоимениями I, he, she, it. Или мы можем сказать, что глагол was используется только с единственным числом. И вторая форма – это глагол were. Глагол were переводится были и используется всегда со множественным числом. А если конкретно по местоимениям, то это we, you, they. Давайте теперь потренируемся. Давайте выполним вот такое упражнение. Write sentences with was and were. Запишите предложение с глаголом was и с глаголом were. Выполняйте это упражнение удобным для вас способом устно или письменно. Вам даны фразы. И в конце фразы, в конце строчки я указала отрицательное, утвердительное или вопросительное должно быть предложение, которое вы будете формировать. В данном случае вам нужно сформировать отрицательное предложение. Остановите урок и скажите это предложение вслух. We weren't at home last night. Мы не были дома вчера вечером. Продолжаем дальше. Теперь вам нужно задать общий вопрос. Were you at school yesterday? Ты вчера был в школе? Или вы вчера были в школе? Если вы имеете в виду ты или вы, для глагола это не имеет никакого значения. Мы все равно используем глагол were. Поскольку это общий вопрос, то мы его ставим, конечно же, на первое место. Джеймс не был на совещании. Мы были в самолёте в 4 часа. Ребёнок был очень счастлив на прошлых выходных. Я был в аэропорту до 8 часов в прошлый понедельник. Твоя сестра была в Бостоне на прошлой неделе. Дорогие друзья, обратите внимание, что здесь, чтобы сформулировать вопрос, или если бы мы делали предложение утвердительным или отрицательным, на какое слово мы обращаем внимание. У нас здесь какое подлежащее? Сестра. Пусть вас не сбивает с толку местоимение Ё. Ё переводится «твой» или «ваш». То есть слово Ё отвечает на вопрос «чья», «чей». А подлежащее главное слово в предложении должно отвечать на вопрос «кто», «что». Вы так можете себя проверять. Поэтому здесь подлежащее слово «систра». И именно из-за слова «систра», потому что мысленно мы заменяем местоимением «щи», мы, соответственно, и используем глагол «воз». И последнее предложение. Фильм не был таким уж ужасным. А теперь давайте мы с вами переведём эти предложения на английский. Translate into English. We weren't at home last night. Were you at school yesterday? James wasn't in the meeting. We were on the plane at four. Were you at school yesterday? Were you in class yesterday? Were you in class yesterday? The child was very happy last weekend. I was at the airport until eight last Monday. I was at the airport until eight last Monday. Это было последнее задание на сегодняшнем уроке. Мы с вами начали изучать время Past Simple Tense. Простое прошедшее. И сегодня у нас был первый урок по этой теме. Я прощаюсь с вами до следующего урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.